Когда понял, что я в моду вошел у Берковского. И еще Борис Александрович перед этим за некоторое время сказал, что многие поэты были бы счастливы, если бы Виктор Семенович написал музыку на их стихи. Я к этому хочу добавить. Один очень известный поэт мне говорил, слушай, скажи Берковскому, чтобы написал на мое стихотворение, я ему хорошо заплачу. Это действительно реальный случай, и если бы я платил за все песни, которые Берковский написал на мои стихи, я, наверное, давно бы уже разорился, но даже и не разорился. Но не важно. Я видел программу сегодняшнего вечера, организаторы его написали мне, чтобы я прочитал стихотворение «Фиеста». Я это делаю с удовольствием и поясню, что это стихотворение было написано в 1979 году, после того, как я впервые побывал на Грушинском фестивале. Берковский, может быть, был не в первый раз, но, может, тоже в первый раз. Нам там было очень хорошо. Мы жили в одной палатке, нас кормили, биофарковцы, супом. И в этом стихотворении есть одна строчка, которую я должен пояснить. И, глядя, вот с чьи юным феем, я шел с кузатым корифеем. Дело в том, что эта строчка вызвала ожесточенный спор между Висбором и Берковским. Каждый из них претендовал на то, что кузатым корифеем был он. А я не мог разрешить этого спора, потому что я просто не помню, кто это был. Забудуль пеструю лавину, катившуюся в котловину, на наше сдержанное, ах! По склону барды мчались бодро, мелькали бороды и бедра, скакали спальники и ведра, гитары прыгали в чехлах. Какие ждут нас дни и ночи! Нет, здесь не Сопот и не Сочи, и мы иные. Мы охочи до песен собственных кровей. Певцы, певуньи, вы все теле, откуда вы поналетели? Пред циклопичностью затеи, рази нурот, как муравей. Держись, мураш, крепи рассудок, забудь про сон на трое суток, За ситуацией следи. Бивак разбит, котлы дымятся, Уже тылы к огню теснятся, битлы с томою томятся, Чехлы давай, теперь иди. И глядя в очи юным феям, я шел с пузатым корифеем, Я брел среди ночных костров, ночных шатров, ночного бденья. Я шел и делал наблюденье, и все балдел до обалденья, И бормотал обрывки стров. И чудно было мне, и сладко, мы шли, и каждая палатка Свой стиль, свою являла страсть. На вазе служат нашей музе, иначе, чем в казанском вузе, Но состоя в одном союзе, поют и те, и эти в сласть. Так что ж поют, поют, что надо, чужого нет, Булат, Гренада, и молодые имена, и мы с тобой имеем место. Какая дерзкая фиеста, какая странная страна, Немыслима, необъяснима. Увы, кому недонуслима в незмусоленной глуши, Я вас люблю, и этот праздник писать желание раздразнит для вас, Что значит для души. Да, я люблю вас, в этом дело, я ваш, и мне не надоело Тянуться к вашему огню, а если петь-то с вами вместе, А песня — это дело чести, а чести я не уроню. А дым Отечества так нежен, когда он с вашей песней смешан. Спасибо вам и за него, не фемиан и не завеса, Он просто дым, он запах леса, он ест глаза до шестолова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я ещё хочу сказать два слова, О том, что Виктору Семеновичу Вирковскому очень повезло с родителями. Я их знал. Этель Викторовна, мама, была замечательным доктором. А во время войны, когда началась... Вообще жизнь Берковского была связана с заводом Непроспецсталь. И когда он был совсем маленький, 8 лет, началась война, он с мамой уехал в эвакуацию именно с этим заводом. Отец, Семен Михайлович, пошел на фронт. Он не очень долго воевал. В 1942 году у него были ранены обе руки, и он был демобилизован. Это я к тому говорю, что и у меня отец воевал на фронте, и нам с Берковским было особенно дорого написать песню, посвященную тем, кто не вернулся с войны. Такого типа реквина, песня. Вспомните, ребята. И когда в небе грял смирный гром, Нам судьба и ноль начертала, Нам не призывно, нам не привезло, Поиск логрестного квартала. Силы летели, свет по земли, Все календари повлетели. Годы нашей жизни, как составы пролетели, Как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Разве это выразить словами, Как они стояли по военкоматам, С бригами навечно голова. Вспомним их сегодня Всех до одного, Вымастивших страшную дорогу. Скоро, кроме нас, уже не будет Никого, кто вместе с ними Слышал первую тревогу. И когда на небе грял смирный гром, Трубами районного оркеста, Мы кладали звуки ярости и муки, Чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы видали словами, Как они шагали по военкоматам, С бригами навечно голова. И когда над ними грял смирный гром, Трубами районного оркеста, Мы кладали звуки ярости и муки, Чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы видали словами, Как они шагали по военкоматам, С бригами навечно голова. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.